В России на прошлой неделе был выдан 100-тысячный электронный больничный лист. Нововведение, напомню, нет еще и полугода, и как эта система заработала на Ставрополе, мы сегодня и хотим поговорить с нашей гостьей Ириной Брянцевой, директором одного из филиалов Ставропольского регионального отделения фонда соцстрахования. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. А вот раз начали мы разговор с цифр, вот какова доля Ставропольских электронных больничных в этих 100-тысячах общероссийских? Ну, на текущую дату могу сказать, что мы занимаем 42-е место в общей структуре региональных отделений. То есть мы сейчас золотая середина. Люди долго раскачиваются, входят в саму систему, с системой нужно познакомиться, понять, как система работает. И поэтому вот немножко в начале, на первых этапах было реальное противостояние данной возможности. Но законодатель нам ее открыл, и ею нужно пользоваться для того, чтобы в итоге облегчить совместную работу всех взаимодействующих в социальных выплатах на основании больничного листа. А для чего это было введено, электронные больничные? И вообще, что они из себя представляют? Что это за система такая? Ну, вообще, переход на электронное взаимодействие между участниками процессов выдачи листков и выплат соответствующих больничных листов. В перспективе полный уход вообще от бланков листков нетрудоспособности как таковых, потому что это обеспечение хранения, это выдача этих листов. Затем, существующий ныне порядок, и он не изменен, утвержденный приказом Минтро соцразвития 624Н, он предусматривает порядок заполнения больничного листа. И очень много нарушений встречалось именно в части заполнения медучреждения, которые являлись неисправимыми. Дубликат возможно было при утере получить, но если такой больничный был испорчен, соответственно, потом были потери, как у работодателя. Фонд социального страхования мог не принимать к зачету выплаты, произведенной на основании такого документа. Ну, допустим, статистика по данным Фонда социального страхования. В стране всего 56 миллионов застрахованных граждан, то есть работающих, 11 тысяч медицинских учреждений, которые выдают медицинские, точнее, листы нетрудоспособности. В год выдается 40 миллионов листков нетрудоспособности. Из них около 1 миллиона 80-х, почти что 5% испорчены. То есть процент, в принципе, как таковой имеется. И поэтому, в том числе, я думаю, что хотели уйти вот и от такой проблемы в том числе. Затем имеют место поддельные больничные листы. И около 3,5 тысяч поддельных больничных листов ревизорами Фонда социального страхования постоянно выявляются периодически. Это в России? В России, да. Это данные в России. А у нас подделы больничные листы? Да, мы сталкиваемся с подделкой больничных листов. С этим работают. Документы отправляются в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. То есть это административное дело в отношении... Вообще это уголовное дело, естественно. Потому что больничный лист – это документ строгой отчетности. И на основании этого документа производится выплата федеральных денежных средств. Понятно. А призвали кого-то к ответственности? Ну, нам никогда не отчитывались по факту. Ваше дело – выявить и сообщить об этом. Да, наше дело – выявить и сообщить об этом. Скажите, пожалуйста, вот как раз идет речь о том, что пока у нас эта система всего лишь полгода, сложно говорить, что там пробуксовывает. Но тем не менее. Вот какую работу вы проводите с работодателями и, может быть, с пациентами, чтобы они соглашались получать эти больничные листы электронные? Ну, основная работа, когда проект был этот запущен, была направлена на взаимодействие с медучреждениями. Допустим, на территории города Ставрополя и Шпаковская центральная районная больница – это краевые структуры в основном. То есть они как бы очень большие. Это в том числе и самые крупные работодатели в моем филиале, обеспечивающие работой большое количество людей внутри себя. То есть врачи – это тоже работники. И, соответственно, нацеливались, ставили перед собой задачу, чтобы именно медучреждения заработали. И вот в первые месяцы именно цель была такова. И на территории города Ставрополя практически основная масса всех медучреждений в этом процессе задействованы. Кто-то вышел уже на определенный уровень. То есть это про краевую систему, да? Краевая больница, да. И все остальные подтягиваются. В основном все попробовали. Скажите, пожалуйста, а вот какова вообще система? То есть пациент приходит в поликлинику, ему говорят, мы можем оформить электронный больничный лист? Один из моментов – это согласие самого пациента. То есть заявляется… То есть какой вы будете брать больничный, бумажный или электронный? Да, да. Заявляется пациент, я хотел бы использовать свое право на получение электронного больничного листа. Сейчас как бы есть рекомендованный типовой бланк этого заявления. Фонд социального страхования рекомендовал в использовании. И если пациент согласен на электронную форму, заполняется заявление, потому что обрабатываются персональные данные в том числе. И запускается все в работе. То есть это на приеме у врача все делается? Или это в отдельный кабинет идет, там очередь, или никакой пока нет такой… Ну, естественно, как бы вы понимаете, что если это крупная структура, задействовать каждого врача очень сложно, да, как бы в самой манипуляции. И вот для медучреждения эта организация тоже очень важна. Медрегистраторы, которые обучены, непосредственно как бы открывают на основании записи. Но все равно это отдельно надо вот… Электронные амбулаторные карты. То есть как бы в больничный лист подтягивается период правильно, конечно, сведения о пациенте, заболевания. То есть здесь все как бы должно работать в единой электронной системе в медучреждении. Ну, понятно, что… Что они как бы и делают. Медучреждения – это структура большая, работает уже она в этой системе. Потому что, я так понимаю, главное, чтобы был подписан электронно, заверен электронной подписью, этот электронный больничный лист. Правильно? Вот с медучреждениями нюанс в том, что у медучреждения должна быть подпись как у юридического лица, так и в бланке листка нетрудоспособности предусмотрены подписи печати врачей. Соответственно, у каждого врача своя электронно-цифровая подпись. То есть медучреждения, почему как бы вот с ними и были нюансы, чтобы они подготовились к этому вопросу еще в рамках ЭЦП для каждого работника медицинского. То есть основные затраты на организацию этого процесса по выдаче электронных больничных листов – это получение электронных цифровых подписей участниками процесса. Да. И во сколько обошлось бюджету? Ну вот этот нюанс как бы Минздрава, ввиду того, что как бы это интересы субъекта, это их прерогатива, расходная часть. То есть скорее всего это из краевого бюджета оплачивается это нововведение? Ну возможно предположить, что скорее всего будет выделено. Давайте теперь поговорим о работодателях. Вот для них в чем преимущество в электронном больничном, несмотря на то, что они понесут расходы, заверяя электронную на цифровую подпись получения? Как бы для работодателя, в любом случае у работодателя учет, контроль, хранение, да, как у метаорганизации, как у фонда социального страхования. И он проще заполняется. То есть сейчас нюанс заполнения в рамках 624Н, который я озвучила, это необходимо следить за цветом чернил, за размером букв, не разрешено выходить как бы за определенные границы больничного листа. Если это допускается, это все нарушение. Когда он электронный, в принципе, в априори этих нарушений допустить невозможно. То есть таким образом мы и уходим уже как бы от качественного оформления самого документа. Любая электронная инновация, вспомните, портал госуслуг, да, как мы тяжело на него заходили все, да, как уже сейчас освоили, и как нам, в принципе, основной массе это нравится. Я думаю, что с этим документом то же самое. Просто как бы сложность войти, но использовать это легко. Ну вот хотелось бы сделать акцент на том, что на первом этапе нашего взаимодействия со страхователями был акцент сделан на соглашении между медучреждениями и фондом социального страхования, допустим, работодателями и фондом социального страхования. Законодатель обязанности по заключению этого соглашения не предусмотрел. Поэтому работодатели, которым приходит работник и озвучивает, я получил электронный лист, не надо пугаться, просто нужно вспомнить, что ты пользуешься ЭЦП. Соглашение с фондом социального страхования заключать не надо. Мы и визуально видим, мы примем это к оплате. Ну, раз идут платежи в фонд социального страхования, то, соответственно, президент. Естественно, никаких ограничений этому документу не будет. Этим легко воспользоваться, чтобы не было страха для использования электронного документа. То есть работнику все равно надо предупредить работодателя, что он, возможно, предстоит ему электронной больничной. Лучше ли это согласовать за болезнь? Я думаю, наоборот, даже как бы не согласовывать, а уже работодателя поставить перед фактом, и работодатель освоит эту систему. Потому что он обязан по срокам в рамках норм действующего законодательства будет оплатить. Рассчитать и оплатить. Соответственно, как бы, так сказать, обратной дороги уже назад не будет. Как вы думаете, вот когда будет это введено повсеместно, а вот обкатка такая закончится? Ну, трудно предположить. Если честно, внутри себя мы даже думали, что с 1 января 2018 года это может в принципе и вступить в силу. Поэтому хотелось бы, чтобы работодатели входили в эту возможность, использовали ее и не останавливались. Ирина Анатольевна, вот на что нужно обратить внимание человеку, который обратился в поликлинику за больничным электронным или в больницу, за электронным больничным листом? Ну, необходимо помнить и не забывать, что введением электронного листа бумажный не утратил силу. Одновременно с электронным, бумажный не действует, то есть либо тот лист, либо тот лист в такой форме. И выдача самого листа возможна только с добровольного согласия пациента, самого как бы работника. То есть вот такие нюансы. А электронный больничный человек на руки вообще никак не получает? Ни по электронной почте, ни в личном кабинете госуслуг? Вот такой же обзор возможностей через портал госуслуг, кабинет фсс.ру. И застрахованное лицо в том числе видит свой электронный больничный лист, он видит свой расчет. Он видит, что больничный лист уже оплачен. То есть он визуально может контролировать прохождение этого документа в работе. А чтобы получить доступ в кабинет фсс, надо же у вас зарегистрироваться, да, получить кабинет? Ну, вообще для физического лица, если на портале госуслуг он зарегистрировался, он находится через портал госуслуг. То есть как бы это несложно. Ну, в налоговой, допустим, нужно отдельно получать регистрацию. Нет, никакой отдельной регистрации пока не предусмотрено. Спасибо большое, Ирина Анатольевна. Напоминаю, гостей нашей программы была руководитель одного из филиалов регионального Ставропольского фонда социального страхования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова